МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А для Новолипецкого металлургического комбината и остальных компаний Владимира Лисина пошлины составят чуть более 36%. Напомню, совсем недавно в прошлом месяце ЕС запустил антидемпинговое расследование в отношении нашей страны и Китая. Причиной стала жалоба Европейской ассоциации производителей стали. Там Россию обвинили в искусственном занижении цен на холодный прокат. Кстати, китайским металлургам тоже не удалось избежать от ограничений. У нас работают бойцовщики. Новости о санкциях возмутило российских производителей стали. Они заявляют, что Еврокомиссия провела расследование с многочисленными нарушениями. Данные, которые компания предоставила, полностью проигнорированы. И заменили их информацией о других производителях. На колонге называют расчеты просто сфабрикованными. И грозят обратиться в суд ЕС, чтобы отстоять свои права. Продолжение следует...